Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. С вами Лариса. Частые постоянные гости наверняка видели, как сеяла и выращивала томат штамбовый сорт Супер Клуша. Почему рассказываю о нем отдельно? Потому что выращиваю нестандартно, а именно в толстых целлофановых пакетах, емкостью 7,5 литров, по причине нехватки места на грядках, а также как эксперимент, как будут вести себя томаты на ограниченном пространстве. Не случайно выбрала для этого штамбовый детерминатный сорт Супер Клуша. Он не требует много места, ограничен в росте генетически и не требует посынкования. Корневая система относительно небольшая. При этом урожайный практически не болеет и при хорошей солнечной погоде наращивает довольно крупные и вкусные плоты до 150 грамм. И важно то, что этот сорт могут вырастить у себя на балконе все, у кого нет дачи, но очень хочется что-нибудь вырастить. Я всегда выращиваю на позитиве и с удовольствием, и даже неудачи воспринимаю как толчок к новым свершениям. Поэтому мое мнение субъективное. Многие писали в комментариях, что сорт Супер Клуша невкусный, кислый, неурожайный. Но я считаю, что многое зависит от условий выращивания и погодных условий. Да и урожай на наших участках каждый год разный. Бывает и супер урожай, а бывает полная фиаско. И так из года в год. Но посмотрите, насколько эти кусты красивые, компактные, ярко-зеленые, с мощными листьями, опущенными вниз, как крылья птицы. Отсюда, кстати, и название Супер Клуша, ведь плоды со временем спрячутся все под листики. Обильный цветет и уже завязывает плоды. Так как это средний-поздний сорт, то посадка в мешках выгодна, ведь кусты будут зацветать вновь и вновь. Набрав хотя бы по пять кистей вверх, можно будет прищепнуть, чтобы боковые веточки тоже дали урожай. А с приходом холодов этих красавчиков можно будет занести в теплицу или перевезти домой на балкон, где они успешно и дозреют. Уход очень прост. Поливаю каждые три дня, если нет дождей. Подкармливаю один раз в три недели. В этот раз в период цветения и плодоношения полью гуматом плюс 7, 2 грамма на 10 литров воды. Кусты станут еще пышнее и ярче. Примерно по пол-литра на куст. Обязательно сделаю на каждый куст подпорку, это важно, пока кусты стоят, так как стволы очень крепкие и прочные, но кисти наливаются и со временем к концу лета сломаются, если не сделать опору. И обязательно нужно подсыпать землю, так как с поливами она утрамбовалась. В общем, хочу сказать, этот сорт томата меня пока радует своим внешним видом и неприхотливостью. Посмотрим, какие будут плоды. Обязательно поделюсь этим с вами. Желаю всем удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok